Поэтому наша культура должна быть такой, чтобы мы проявляли полный мир внутри самих себя. И вы должны знать, что вы действуете в едином теле. Вы активные клетки единого тела. Все клетки тела никогда не бывают активными, а те, которые активны, должны быть в мире друг с другом. А иначе что произойдет с этим бедным телом? Поэтому старайтесь создавать мир. Второе, что вы можете делать для создания мира, это меньше говорить. Всякий раз, при любой ссоре или чем-то подобном, просто сохраняйте молчание. Вот увидите, эффект от этого будет куда лучше. Если двое ссорятся, никогда не пытайтесь решить это, а просто сохраняйте молчание. Молчание очень важно. Больше молчите. Но не должно быть и другой крайности, как в английской культуре, где они просто не разговаривают, что бы там ни было. Они не разговаривают, но зато слишком много думают. Вы должны сохранять молчание с мыслью, да благословит Господь этих людей здравомыслием. Это не должно быть скованное льдом море, но спокойствие, которое эффективно. Спокойствие, которое действенно. Так что в этой новой культуре мы должны быть чрезвычайно миролюбивыми людьми. И этот мир должен отражаться на ваших лицах. Люди должны понимать, что вы умиротворены. Вот почему я говорю, что если вы аккуратно одеты, если у вас аккуратная прическа, люди будут чувствовать, что все в порядке. А иначе, если вы встречаете человека с вострепанными волосами, то понимаете, что он чем-то взволнован. Бог знает, что с ним случилось. После какой ссоры идет этот человек. Должно быть, кто-то дергал его за волосы. Или с ним произошло что-то плохое, судя по тому, как он заерошен. Так что если вы опрятно одеты, вы не будете так отталкивать людей, потому что они подумают, нет, нет, такого не может быть. Потому что в конце концов он никогда не ссорился, он просто мирно выходит из своего дома. В нашей культуре аккуратность очень важна. Четкость мысли, ясность ума, чистоплотность тела. Аккуратность в поведении. Насколько вы аккуратны в своих действиях, это очень важно в нашей культуре. Это очень-очень важно. Что может казаться очень странным для некоторых людей. Потому что держите ли вы вилку так или этак, не имеет никакого значения для меня. Не важно, как за столом вы держите вилку или нож. Это не так важно. Но что действительно важно, это как вы соблюдаете выполнение арти, как вы храните вещи для пуджи, как вы храните мои фотографии, как вы содержите вещи, которые принадлежат другим сахаджи-йогам, насколько вы уважаете вещи, которые благоприятны. Это и есть то, что должно быть внутри вас. Аккуратность, присущая благочестивости, благоприятности, святости. Это нужно делать с очень большим вниманием и пониманием. И с этим весом благоприятности вам следует двигаться. С этим весом благоприятности. Вы сами есть благоприятность, которая ходит по этой земле. Вы мир на этой земле. Но метод, которым мир должен быть установлен в этом сосуде, должен быть чистым, опрятным, и должен быть установлен таким образом, чтобы ничего не расплескалось. Итак, чтобы иметь мир, самый лучший способ привести своему в порядок – это думать о хороших вещах. Думайте о цветах, а не о колючках. О хороших вещах, которые сделали вам другие. Обо всем хорошем, что есть. О тех прекрасных моментах, которые у вас были. И считайте свои благословения. Считайте свои благословения. Иначе вы не сможете создать мир. Вам не следует обращать внимание на что-то другое. Держите свое внимание на мир. Храните мир внутри. С вниманием, направленным внутрь. Фактически, если вы действительно позволите всем моим словам войти в ваш мозг, я уверена, я достигну результата. Но с выкуплым складом ума это очень трудно. Просто впитывайте. Другой аспект мира состоит в том, чтобы никогда не пытаться поддерживать то, что яростно. или разрушительным. Все, что разрушительным, никогда нельзя поддерживать. А того, кого мучают, или подвергают агрессии, или подавляют, нужно защищать и поддерживать. Если вы обладаете силой умиротворения, вы можете делать это просто стоя там. Вам не нужно бороться за свой мир. Но если до этого доходит, когда пришел такой человек, как Гитлер, людям пришлось бороться за свой мир. Второй частью нашей культуры должно быть блаженство. Люди должны видеть, что блаженство работает внутри нас. Люди должны чувствовать, что блаженство существует. Если человек полон блаженства, он выглядит счастливым. Он излучает блаженство. Он испускает его. Он не похож на несчастное, жалкое создание, которое все время недовольно, ворчит, или беспокоится по мелочам везде и всюду. И никто не имеет права нарушать чье-либо блаженство. Если кто-то пребывает в блаженном состоянии, старайтесь походить на такого человека и стать таким. Но люди завидуют тем, кто блаженно счастлив, и пытаются помешать им. Вот почему так много святых были замучены. Потому что они были такими блаженными и счастливыми людьми. Мы должны наслаждаться нашим внутренним блаженством. Это важно. Возможно, вы не осознаете того блаженства, которое имеете. Совсем не осознаете. Никогда, никогда прежде не было, чтобы так много людей получили реализацию. Никогда прежде в истории не было такого, чтобы Шри Ади Шакти сама приходила на эту землю, чтобы решить ваши проблемы. Никогда прежде не было, чтобы люди с весьма обыкновенными усилиями, с очень слабым искательством, с очень малым пониманием, получали подобную реализацию. Если вы понимаете, иногда это похоже на то, как камень внезапно превращается в бриллиант. Вы шлифуете бриллиант из алмазов. В таком блаженном состоянии вы пребываете. Наступило невероятное блаженство. Оно столь действенно, и я сама не знаю. Когда я вижу это, я действительно удивляюсь тому, как это работает. Блаженство может прийти только через благодарность. Только через расширение вашего сердца от благодарности. Блаженство это награда за благодарность. Благодарность, которая существует не только на словах, или как пустой звук, а идет от сердца. Идет от сердца. Это благодарность сердца. И полное блаженство люди никогда не завидуют другим. Ведь что может быть прекраснее блаженства? У блаженства столько измерений, что вы выходите за пределы области причины и следствия. И все ангелы, все ганы стоят на готове, чтобы помочь вам. Вы знаете это. Это работает. Это работает таким образом. Но вы принимаете это как должное. У вас нет этого эффекта блаженства внутри, когда вы знаете, что случилось то, случилось это. Какое блаженство? Вы кладете руки на сердце, когда вы чувствуете блаженство. Положите руки на сердце и почувствуйте его. Только взгляните. Почувствуйте это блаженство. Положите руки на сердце. Ощутите блаженство. Огромное блаженство. Оно внутри нас. Сколько всего с нами произошло, что Господь оказался так милостив. Пожалуйста, скрестите руки, те, кто сидят вон там. Пожалуйста. И та женщина тоже. Куда она смотрит? Вы сидите на столе. Разве обязательно смотреть на каждого человека, который входит? В этом нет необходимости. Почувствуйте это. Да благословит вас Бог. Так вот. Это блаженство вы находите повсюду. В мелочах вы также найдете блаженство. Зэм учил этому людей. Они видели блаженство, глядя только на мох. Небольшой кусочек мха. Вы смотрите на мох и говорите, «О Боже, какая красота! Бог создал маленький мох. И у этого мха есть маленькие-маленькие усики. И это блаженство». Но пустые тщеславные люди никогда не смогут почувствовать блаженство. Тщеславие убивает блаженство. Эго убивает блаженство. Однажды Шриши Ваджи строил огромный форт. И так случилось, что им завладело эго. Он подумал, «Смотрите, благодаря этой работе занято столько людей». Тут появился его гуру, Шри Рамдаса. А он является управляющим эго, потому что это была инкарнация Шриха Лумана. Так вот, он пришел и сказал, «Хорошо, я хочу, чтобы ты сделал для меня одну вещь». Тот ответил, «Да, господин, что вы хотите, чтобы я сделал?» Гуру сказал, «Разбей этот валун, который лежит здесь». Такой большой валун. Откалывай кусочек за кусочком. Валун начал разбиваться, когда люди удалили по нему. Внутри же оказался небольшой камень, который Шри Шиваджи взял в руку, как кокосовый орех, и разбил руку. И там оказалась вода, а в середине сидела лягушка. И Шри Шиваджи осознал, что если Бог создал эту лягушку, Он также дал ей воду. Кто я такой? Чтобы иметь это эго. Таким образом, на Него с ней зашло блаженство. Бог дал мне все. Ко мне просто относятся со всем присущим уважением. Но что я сделал? Ничего. Это так прекрасно. Сколь многие испытали это блаженство. Имейте к ним сочувствие. Имейте сострадание к тем, кто не достиг этого. Но блаженство приходит к вам благодаря вашей уверенности в себе. Если у вас нет уверенности в себе, блаженство быть не может. И самое худшее, что противостоит уверенности, это «Что я должен сделать?» «Как мне получить это?» «Почему у меня нет этого?» Это самое худшее. Вы сражаетесь с самим собой все время. Вы там. Вы сидите на этом. И все же, если вы говорите, «Почему бы не иметь то-то?» Что на это ответить? Я имею в виду, что вы просто хотите спрашивать, потому что должны спрашивать. Оно там. Почему вы спрашиваете? Просто почувствуйте это. Если так случится, что вы почувствуете, где вы находитесь, тогда вы удивитесь тому, что вы находитесь в мире с самим собой и чувствуете блаженство. И, наконец, в этой культуре вы должны вести себя как люди, имеющие авторитет. У вас есть авторитет вашего духа. Вы уполномочены. У вас есть дух. Те, кто авторитетны, никогда не пытаются рисоваться. Поскольку они авторитетны, то зачем рисоваться? Рисуются только безумцы, понимаете? Если кто-то приклеит себе на лоб ярлык, я генеральный инспектор полиции, люди скажут, поместите его в сумасшедший дом. Точно так же некоторые люди говорят, я Сахаджи Йок. Что вы говорите? Я могу делать все, что пожелаю. Тогда куда мы должны его поместить? Ваш авторитет — это ваше естество, ваша собственная суть. Люди должны видеть по вам, кто вы есть. Вы не должны носить с собой ярлыков, что я Сахаджи Йок, такой-то и такой-то, X, Y, Z, преступник номер 5, преступник номер 10. Вы авторитетны. Авторитет считается на вашем лице. А теперь ваш авторитет утвержден. Понимаете, все остальные авторитеты искусственны. Например, кто-то сегодня премьер-министр, а завтра он может стать нищим на улице. Может быть. При демократии все возможно. То же самое в любом авторитарном правительстве. Поэтому сегодня вы можете быть на высоте, а завтра просто скатиться вниз, но Сахаджи Йога станется Сахаджи Йогом. Вы уполномочены и утверждены. Это значит, что какие бы ни были ваши полномочия, они являются неотъемлемой частью вашего существа. Вы таковы. К примеру, вы человек, вы человеческое существо. То есть вы не можете отрастить себе хвосты, даже если захотите. Итак, теперь вы уполномочены, утверждены, полностью сформированы. Сахаджи Йога, как сандаловое дерево. Сандаловому дереву не нужно говорить и клясться, что оно сандаловое дерево. Это сандаловое дерево, потому что каждая его частичка имеет аромат сандалового дерева. Все в порядке? Кажется, вы можете меня слышать? Вы слышите меня вашей сахаджи Йоги? Каждая ваша частичка, каждый кусочек вас должен иметь аромат сахаджи Йоги. Я думаю, я должна сделать что-то здесь. Я лучше разбираюсь в человеческих механизмах, чем в этих. Что же здесь такое? Может он как-то выключится? М-м-м-м. М-м-м. Я думаю, электричество отключено. Нет, оно есть, мать. Можно зажечь лампы, если нужно. У нас есть такая проблема. У нас есть такая проблема. А у механизма, который внутри, сбоев не бывает? Так что вы не только утверждены. Вы усовершенствованы. Вы усовершенствованы. достоинство. Поэтому у вас должно быть достоинство этого авторитета внутри вас. И достоинство — это очень смиренное достоинство. Достоинство никогда не бывает высокомерным. Признаком достоинства является скромность. Я рассказывала вам историю об одном человеке, который вышел из дома и, встретив святца святого, спросил, «Не проходил ли кто-нибудь по этой дороге?» И святой сказал, «Да, вы король, я знаю, господин. Сначала здесь был ваш слуга, потом проходил ваш министр, а сейчас пришли вы». Король был изумлен, потому что тот был слепым. Как мог слепой человек все это видеть? Слепой сказал, «Я узнал это по проявлению скромности». Когда пришел ваш слуга, он сказал, «Эй, ты, слепец, ты кого-нибудь видел здесь на дороге?» Когда пришел ваш министр, он сказал, «Ты видел кого-нибудь на этой дороге?» Но когда пришли вы, то сказали, «Господин, извините, что я задаю вам такой вопрос, но не слышали ли вы, чтобы кто-нибудь проходил по этой дороге?» Вот что это такое. Скромность — это признак. Потому как вы разговариваете с другими, люди немедленно узнают, что вы уполномочены Богом. Посмотрите на скромность Божественности. Как она старается угодить вам, развлечь вас, сделать вас счастливыми в природе, а также и в лекциях. Все в порядке? Итак, сейчас у нас будет пуджа. Я надеюсь, вы поняли культуру вашей вселенской религии. Пожалуйста, постарайтесь усвоить ее. Да благословит вас Бог! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»